МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Народные новости в студии Елены Решетниковой. Главное сегодня. Рэп в зоне фан-феста перед матчем сборных Франции и Бельгии для жителей Саранска своей композиции исполнил и кумир молодежи СТ. Памятные подарки о нашем городе. Какие сувениры из Саранска увезли домой футбольные болельщики? Игра настоящих джентльменов. Послужит ли чемпионат стимулом в развитии самого популярного вида спорта в республике, рассказали в медиа-центре. Срубил дерево, посади другое. Госдума приняла закон о восстановлении лесов. Советская площадь, затаив дыхание, следила за трансляцией полуфинального матча между сборными Франции и Бельгии. Победу одержали французы. Игра стала не единственным ярким событием вечера. Перед началом матча на фан-зоне выступил известный артист, кумир молодежи, исполнитель музыки в стиле рэп. Кто же порадовал публику, первыми узнали Кристина Марценюк и Сергей Соколов. Праздник футбола подходит к концу. В эти выходные уже состоится финал чемпионата мира по футболу, которого ждут сотни тысячи болельщиков. А сюда люди на фан-зону приходят все чаще и чаще. Особенно, когда есть шанс увидеть своего любимого артиста. Популярного рэп-исполнителя СТ, заполненный людьми площадью, конечно, не удивишь. Практически каждый день его графики, новые города, новые выступления, новые зрители. Его знают и любят по всей стране. Приезд хип-хоп-исполнителя в Саранск вызвал настоящий ажиотаж. Между нами гравитация, нет тебя уже не отраваться. Я хочу каждый день просыпаться, чтобы что-то. Чтобы заново в тебя влюбляться. С недавнего времени рэпер Истелл же Александр Степанов. Впрочем, как и вся страна, стал заново влюбляться в футбол. Всю жизнь болел за «Спартак». В честь любимой команды даже набил тату. На международном турнире, разумеется, до последнего болел за сборную России. Смотрел все матчи. Когда мы играли с Испанией, я как раз выступал на фан-фесте в Москве. И это было, наверное, самое запоминающее выступление на фан-фесте, потому что выступать после победы – это очень здорово. Также я гулял по Никольской, когда мы выиграли сборную Египта. То есть я прям окунулся во все празднования, все гуляния с головой, руками и ногами. Футбол даже вдохновил артистов на создание новых шедевров. Атмосфера, которая царила и продолжает царить. В городах, принимающих игры, а еще иностранные болельщики, нашли свой отклик в стихах поэта-музыканта. Задумка у меня сейчас стихотворения на тему того, что, знаете, зимой все хотят лето, летом все хотят зимы. И вот когда… и сейчас все такие говорят, ну когда уже чемпионат… Вначале все говорили, когда уже чемпионат закончится, а сейчас все говорят, блин, ну вот бы он не заканчивался. Вот, скорее всего, об этом, что мы все время… Как сказать? Хотим того, чего нет. Его знают как артиста из лейбла «Кинг Ринг», который возглавлял Серега, автор хита «Черный бумер», как участника «Версус баттла», а с недавнего времени он выступает с Сергеем Шнуровым из группы «Ленинград». Зажечь толпу для Эстэ не проблема. Как настроение! Как замечательно! Это ваш любимый! Да, да, да! Да, 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 да! Ждали этого концерта? Да, конечно, ждали! Вы что, из Тепа приехали на самый великий рэпер? А вот Михаил Александр Степанова знает лично и называет своим коллегой, потому что тоже пишет музыку. Саранский рэпер с Эстэ познакомился на хип-хоп-фестивале. Саша присутствовал там, он просто, собственно, смотрел на то, как все происходит и смотрел за молодым МС. После чего мы с ним познакомились, пообщались и с тех пор вот, ну, немного общаемся. Новые старые синглы, кажется, знакомые здесь всем, стали настоящим подарком для любителей музыки. Здесь было все. Танцы до упаду, песни и бесконечное признание в любви к рэперу. Его поклонники будут с большим нетерпением ждать их следующего концерта и вспоминать, как эмоции буквально взорвали Советскую площадь. Кристина Мурценюк, Сергей Соколов. Народные новости. Во время чемпионата Саранск посетили тысячи футбольных болельщиков. На улице города гуляли гости из Перу, Ирана, Дании, Панамы, Туниса и других стран. Кроме ярких эмоций и фотографий на память о Саранске, многие спешили приобрести сувениры. Памятные подарки продавали во всех частях города. Какие из них пользовались особой популярностью, расскажем далее. Яркие и расписные матрешки занимают несколько стеллажей. Эти сувениры сделаны руками тенгушевского мастера Михаила Аладкина. В 13 лет, по примеру, отца и деда он впервые начал работать с деревом. Спустя годы мастер может с легкостью изготовить матрешку любой формы и размера. От сантиметровой до метровой игрушки. Матрешка делается у нас из липы. Почему из липы? Потому что липа легко поддается обработке, она мягкая. Сначала заготавливается материал, потом его разделяют на два вида, который заготовлен пораньше и попозже. Именно матрешки пользовались наибольшим спросом среди иностранных туристов. Сотрудники сувенирного магазина рассказали, что колумбийцы и перуанцы выбирали матрешку-тройку или пятерку. Панамцы, иранцы и португальцы покупали сувенир, в котором 7, 10 или 15 кукол. В чем разница, мы до сих пор это не поняли. Было очень-очень интересно. И когда мы даже их расспрашивали, почему они берут тройку, а не пятерку, они не объясняли, но пальцем показывали, без объяснения, что их интересует только троечка. Матрешка и некоторые покупали по 10, по 15, по 20 штук. Они объясняли, что это друзьям, родственникам, к себе на родину увезти хотят частицу России. Также иностранцев интересовала шапка-ушанка и балалайка, а туристы из России выбирали в основном мордовские сувениры. Русские болельщики интересовались ставлинской игрушкой, урусовскими расписными валенками, статуэтками Эрзи и Ушакова. Они предпочитали подарки, выполненные в мордовском колорите и украшенные национальным орнаментом. Среда туристов также пользовались популярностью куклы-шкатулки в разных национальных костюмах и куклы-травницы, внутри которых натуральные мордовские травы. Также туристы выбирали компактные сувениры, которые не занимают много места в чемодане. Всевозможные магнитики, значки и яркие акварельные открытки с изображением Саранска. А для некоторых покупателей размер не имел значения, впрочем, цена тоже не испугала. Самое дорогое это купили буквально, но опять же, во время чемпионата это был калаврат. Калаврат, который весом был 15 килограмм, это памятник калаврату, которую купил местный житель нашей республики Мордовия, который был килограмм 15, я точно думаю. Она стоила около 35 тысяч. Туристы покупали не только то, что можно поставить на полку для красоты. Многие увезли на память иван-чай, собранный из мордовских лугов, мед и сгущенку местного производства. Прямо в магазине устраивали дегустации, после которых сладости и соленья находили своих покупателей. Кроме этого, проводили всевозможные мастер-классы, где все желающие мастерили подарки своими руками. Впрочем, делать сувениры научат и после Мундиаля. Совсем скоро покажут, как изготовить хит-продаж матрешку. Ольга Данилова, Евгений Фролкин. Народные новости. О будущем футбола в Мордовии говорили в городском пресс-центре Саранска. На вопросы журналистов ответили министр спорта и руководители футбольного клуба. Послужит ли чемпионат стимулом в развитии самого популярного вида спорта в республике, расскажут мои коллеги. Первая пресс-конференция прошла с участием министра спорта Мордовии Владимира Киреева. На ней шла речь о развитии футбола в республике в целом. Стратегический план разбит на три этапа и продолжится до 2030 года. Сюда включены увеличение количества футбольных команд, повышение качества футбола, привлечение детей и юношей в этот вид спорта. Для этого в республике созданы все условия. У нас более пяти стадионов, которые вмещают полторы тысячи зрителей, 218 футбольных полей и достаточно много стадионов с натуральным покрытием. В соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, ежегодно участвуют команды взрослых, юношей, девушек, ветеранов ФК Мордовии. И вы знаете, в текущем сезоне наша команда Мордовия будет играть в ФНЛ. Интерес к футболу после мундиаля подскочил. Ожидается, что на 50% увеличится количество желающих отдать своих детей в футбольные секции. Площадки, которые построены для чемпионата мира, уже действуют в режиме наследия. Они отданы для детско-юношеских школ. Футбольный клуб Мордовия площадка, стадион Астарт площадка, где виден, а у нас стадион. Ну и площадка при ЦУПе, где позировалась база команд Панама. То есть они уже работают. На следующем брифинге речь шла конкретно о главной футбольной команде республики. Спикерами выступили директор клуба Мордовия Николай Левин и главный тренер команды Марат Мустафин. Коллектив существенно обновился. Больше половины состава теперь новички. К пертрубации мы привыкли. Они происходят чуть ли не каждый сезон. И этот не стал исключением. Сейчас задача всего штаба максимально оперативно наиграть своих подопечных. Провели плодотворную работу в Сербии. Игроки довольно-таки хорошего уровня для Фанайел. Я думаю, что время, конечно же, нужно будет. Прежде всего, чтобы ребята сыгрались, ребята поняли требования тренерского штаба. Но для этого, естественно, времени надо больше. Но специфика турнира такова, что перерыв летний очень короткий. Буквально один месяц. И здесь уже, ну как говорится, деваться некуда. Мордовия-арена заявлена домашним стадионом нашего клуба. Но нюансов очень много. Сейчас он принадлежит московской компании. И высокая аренная плата больно бьет по бюджету клуба. Проведение каждого матча на новом стадионе будет обсуждаться в отдельности. Стадион принадлежит спортинженерингу. Поэтому на этот матч, как и на другие последующие, которые мы планируем все-таки играть там, между клубом заключается договор. И уже по программе «Матч Дэй» нам передают стадион на одни сутки. Мы надеемся, что будем там играть. Потому что это действительно хороший спортсооружение, отвечающий всем требованиям. Нашей команде нужна мощнейшая поддержка на трибунах. Поэтому 17 июля в 18.00 наши ребята ждут всех болельщиков на Мордовии-арене. Билеты можно найти в кассах около стадиона по цене от 100 рублей. Никита Борискин, Андрей Просверкин. Народные новости. В Пензенской области открылась вторая смена юно-армейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардейц-2». Его проведение стало уже доброй традицией. Вот уже шестой год ребята из восьми регионов приезжают в лагерь, проводят свои каникулы в настоящем режиме армейской жизни. Сейчас наша съемочная группа находится на полигоне. Корреспондент Юлия Мамаева готова рассказать об атмосфере в лагере и о том, как проходит День юно-армейцев. Звот нашего региона состоит из 20 бойцов под руководством Азата Джафаровича Сюбаева. Они вместе с остальными ребятами проводят на полигоне первый день. В первую очередь бойцы разбили настоящий палаточный лагерь, после чего они отправились на спортивную площадку, где начались соревнования за звание лучшего взвода. Эстафета проходит в восемь этапов. Это и бег, разборка и сборка автомата, переноска пострадавших в противогазе, метание гранат и многое другое. После чего ребята ожидают показательные выступления парашютистов, а свой первый вечер на полигоне они завершат пением песен у костра и для бойцов выступит музыкальная группа «Формат». Срубил дерево – посади другое. Госдума приняла закон о восстановлении лесов в объемах, равных их вырубке. Леса – одно из главных богатств России. Сохранить и приумножить их – первоочередная задача. Новый закон поможет ее решить. Кого коснутся перемены и когда закон вступит в силу в следующем материале. Автодорога, связывающая с северо-западной и юго-западной части Саранска – один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города. Кратчайший путь между этими точками пролегает прямо сквозь лесной массив. Если речь идет о столь очевидной пользе для сотен тысяч людей, частью зеленых насаждений неизбежно пришлось пожертвовать. Это не страшно, если взамен посадить новый молодой лес. Именно на это и направлен новый закон. Новая линия электропередач, трубопроводы, газопроводы и добыча полезных ископаемых. В приоритете. Ну и о природе нужно помнить. Организации, которые используют леса, они используют их на основании договоров аренды лесного фонда. В договоре аренды указана площадь участка, которую они могут использовать, объем древесины, которую они могут вырубить. В соответствии с этим проектом они лес вырубают, а потом в соответствии с проектом лесовосстановления будут его восстанавливать. Сохранение, восстановление, разумное использование ресурсов леса без нанесения ущерба именно такую цель преследует этот закон. Ведь за последние сто лет зеленое богатство сильно истощилось. Срубил дерево, посади другое. Вот вкратце содержание закона. Впрочем, практика по восстановлению леса после вырубки далеко не нова. Под строительство линейных объектов и под использование, добычу полезных ископаемых ежегодно вырубается не более 20-25 гектаров. В целом же по стране цифра более внушительная. Более 100 тысяч гектаров, 100-140 тысяч гектаров ежегодно вырубается для этих целей. Вместо вырубленных лесов и участков, пострадавших от лесных пожаров, и других природных катаклизмов посадят молодые деревца. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Кристина Мурценюк, Станислав Семин. Народные новости. Года не беда. В Саранский центр занятости населения за поиском работы обращаются люди абсолютно разного возраста, в том числе пенсионного и предпенсионного. Они проходят обучение и не боятся менять специальность. Подробности у Ирины Герасимовой и Евгения Фролкина. Пенсионерка Надежда Власова несколько лет назад вышла на заслуженный отдых, но поняла, что сил еще хоть отбавляй, и захотела вернуться в строй работающих. Тем более, дополнительный заработок никогда не помешает. По совету знакомой обратилась в центр занятости населения, прошла обучение, теперь она охранник. Здоровье вроде пока ничего, чувствуешь себя хорошо, хочется работать, конечно, помочь детям, внукам. Карафик сутки через трое меня устраивает, с дочкой мы работаем, разные смены, поэтому я с внуками сижу, в школу провожаю, садик беру. Иду как на праздник на работу. Хочется уже в люди выйти, ну что дома, вот сейчас на пенсии сядешь, и что дома вообще зачахнешь. А это где и подкраситься пойдешь, все, идешь с удовольствием на работу. За первые шесть месяцев текущего года в центр занятости населения Сарански обратились более пяти тысяч людей. Одни просто за консультацией, другие с твердым намерением найти работу. Тем, кто действительно хочет трудоустроиться, а не сидеть сложа руки, в центре предлагают широкий спектр вакансий. В рамках реализации программы развития рынка труда и улучшения условий рынка труда было трудоустроено более трех с половиной тысяч граждан. Работу нашли люди разного возраста, от подростков до пенсионеров. Трудоустроили мы их по разным специальностям, востребованным на рынке труда сегодня. Это и бухгалтер, инженер, слесарь, водитель, продавец и продовольственных, и непродовольственных, ну и на ряд других профессий. Для тех, кто продолжает искать себя или хочет самореализоваться, в новой области есть программа переобучения или переквалификации. Курсы проводят на базе аккредитованных учреждений. За первое полугодие документы об образовании по этой программе получили более ста человек, шестеро из них пенсионеры. Самые популярные профессии – крановщики, машинисты, охранники. Центр занятости населения активно содействует в дальнейшем трудоустройстве таких людей. Проблем с этим почти не бывает. Когда мы оказываем содействие, в том числе у нас в рамках наших административных регламентов, мы обязательно связываемся работодателями. И когда мы направляем наших граждан, и предпенсионного, и, может быть, обращающихся к пенсионному возрасту, мы обязательно объясняем, что у людей есть хорошая мотивация. То есть у них плюс в том, что у них есть за плечами богатейший опыт. И самое главное еще на сегодняшний день, что они нуждаются, скажем так, в этом. На городском рынке труда на данный момент официально зарегистрировано чуть более одной тысячи безработных. Эту ситуацию в Центре занятости население назвали стабильной и контролируемой. Ирина Герасимова, Евгений Фролкин, Народные новости. Центр поддержки и защиты детства получил президентский грант и теперь будет обучать детей безопасному поведению в современном городе. Первым всей реакцией стал совместный из Госавтоинспекции рейд «Детское автокресло». Что еще запланировано в рамках проекта и как прошел рейд, расскажут Анастасия Целигина и Андрей Просверкин. А тебя папа всегда так перевозят? Тебе нравится «Детское кресло»? Давай выходи к нам, будем знакомиться. Как тебя зовут? Привет, подружка. Привет, давай, скорей свою ручку. Привет. Как тебя вот раскрылешь? Рейды «Детское кресло» в республике проходят регулярно. Однако этот особенный. Дело в том, что он проведен в рамках президентского гранта, который выиграла одна из организаций города, выступающая в поддержку безопасного детства. На данный конкурс в этом году было подано свыше полусотни заявок. В числе победителей оказалось шесть представителей республики. Наш проект, который мы подавали, называется «Безопасная дорога для детей». Данный проект подразумевает под собой ряд мероприятий по профилактике и обучению детей правильному поведению в городской среде. Наш проект включает в себя 63 мероприятия. Среди них 12 публичных мероприятий для школьных и дошкольных учреждений, в которые включают обучающие познавательные мероприятия для дошкольников и школьников, включая мероприятия с костюмированными персонажами и презентацию с мультимедийным оборудованием. Кроме того, в рамках проекта запланированы шесть рейдов около дошкольных и школьных учреждений. Три мероприятия, которые будут проведены совместно с Управлением образования городского округа Саранск. Одним из самых важных событий станет третья городская пресс-конференция по обеспечению безопасности дорожного движения детей. Одной из основных задач госавтоинспекции и приоритетных, я бы сказала, задач является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. И подобные акции, мероприятия профилактического характера, которые мы проводим совместно с заинтересованными гражданскими организациями, очень важны и нужны, потому что привить вот эти правила дорожного движения, понимание дорожной безопасности необходимо именно с детского возраста. Один из ключевых моментов таких рейдов – дополнительная возможность научить детей правильному поведению себя в транспортном средстве или на дороге. Большой вклад в воспитание ребенка и знание им правил БДД вносят родители, ведь объясняя ему, что нужно переходить в проезжую часть в специально отвезенном для этого месте или пристегиваться в автомобиле, они заботятся о его безопасности. Если ребенок безопасен креслом, то это самое дорогое, наверное, что есть у каждого человека, это ребенок, его семья. Если он находится в безопасности, все спокойны. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения, проводятся в республике почти каждый день. Кстати говоря, не обязательно ждать рейда. Уточнить правила дорожного движения или необходимую информацию по безопасности можно у полицейских, которые патрулируют улицы города. Анастасия Целигин, Андрей Просвиркин. Народные новости. Жители Темниковского района своими силами отремонтировали плотину и почистили пруд. Водоем находится в селе Алексеевка у холма, на котором раньше стоял родовой дом Ушаковых. Алексеевский пруд – это и место отдыха, и пожарный водоем. Однако нынешним летом он оказался в опасности, мог просто-напросто исчезнуть. Вмешательство сельчан устранило эту угрозу. Пруд приводили в порядок практически всем селом. Кто-то помог деньгами, кто-то силой. Она понадобилась для сложных земляных работ, а средства – для оплаты необходимых материалов. С техникой помог наместник Санаксорского монастыря. Архимандрит Иннокентий выделил трактор и экскаватор. Подробностями поделился глава Алексеевского сельского поселения. Проблема получилась в том, что со временем там начала образоваться промоина вокруг трубы. Ну и грозило то, что труд мог уйти в любое время. То есть два хороших дождя он ушел. Попилили там кустарник, он беззаросший был. Потом то, что успели, укрепили плотину первые выходные. Потом потеплее стало. Почистили там, он уже травой начал зарастать. Вот собрались молодые ребята и вот чистили траву, мусор, банки. Обогородили, чтобы у нас все равно много детей, которые приезжают. И своих у нас ребятишек, слава богу, есть, чтобы было место, где их покупаться. А то заходишь в траву, неприятно как-то. С помощью ворон, все, что могли своими силами, вот то мы и сделали. Вот в том году мы два пруда почистили здесь вот по деревне. Они вроде как и противопожарные. Тоже вот пока, ребята, есть желание. Один-то ничего не сделаешь, а народ вроде соглашается на такую работу. И вот мы чистим. На этом у меня все. Впереди вас ждет еще прогноз погоды. С вами была Елена Решетникова. Всего вам доброго и до встречи.